Здравствуйте, ребята! Всем хорошего дня! Этот раз, третья часть этого русского мотифильма по имени, не знаю, как мне. Попытаюсь посмотреть до конца. Обещаю еще не злав. Давайте посмотрим, извините, с одежкой, извините. Что меняем? Окей, сейчас я все время. Если вы еще не посмотрели... Я еще делал... Вторая часть этого мотифильма, зачем-то понравился. Нельзя дышать плохим воздухом. Ясное дело. А где-то завод испутся? Отравляет воздух над нашим городом. Ага. Я когда прилетел, сразу расчехался. А теперь вроде претерпелся. Апчхи! Будь здоров. Вот так и все претерпелись. Нет, я скачу. Не говорю... Будь здоров. Даши мою собаку, да? Апчхи! Тогда он не пляшет сюда. Да позакрывайте эти заводы и все! Завод испрутся? Он очень, очень богатый. Я уверена, что это он приказал выгнать меня из газеты! Их! Что же это у вас за жизнь такая? О-о-о-о-о-о! О-о! О нет, я хочу посмотреть. О-о! ОК Я думаю, что я буду Добавить Добавить ОК Не знаю, что это значит Это ведь то самое письмо! Мой друг Мига передал его одному надёжному каратышке Звёздочка Мы вместе с ним найдём пончика Добудем семена из ракеты Интересно Раздадим их лунатикам И тогда вредный спрут слопнет от зависть Дорогому другу Жулио Магазин разнокалиберных товаров В миный переулок Дон 13 ОК Имеет смысл Вот это да! Пожалуйте, господа! Чем могу служить? Скорострельную винтовочку? Карабинчик с разрывными пулями, а? О! Ручьи, да? Угу А пулемётик не желаете? Супер класс! Да мы вовсе не хотим ни в кого стрелять! Ага, понимаю Понимаю Тогда могу предложить замечательные кастеты А? Тупинки или же... Вот! Сверхоригинальная уставка из капронового волокна! Вальчики оближите! О! Чувствуете? Одно движение и вы уже задохнулись! Не так ли? Чувствуете? Привет! Прекратите сейчас же! Вам письмо принесли, а вы набрасываетесь! Письмо? Какое письмо? Мига Что такое? Мой дорогой друг! Ждите меня здесь и никому не открывайте! Что-нибудь спешное? И насколько я могу догадаться важное? Господин Крабс! Вы догадливы, как всегда! Ха-ха-хе-хе! Догадаться, впрочем, не трудно! Так как мелкие распоряжения господин Спрудс отдает по телефону! В этот раз, Гризль, Дело такое, которое ни телефону, ни почте доверить нельзя Бух! Или как создать вашей журналистки! Звездочки? А я уже уголил! А теперь она связалась с неким диздайкой, и вместе они решили строить козди господину Спруцу. Господину Спруцу? Какой ужас! Или ты вылетишь отсюда с треском, или вот с этим билетом на пароход звёздочка навсегда отправится на остров развлечений! Навсегда! Понял? Окей, ну я понял прощай. Ну, по этому адресу, ты её сможешь найти! Хочёк! Иди вздуб и тянуть! Считайте господин Крабц, что она уже там! На острове Дураков! Сдуть, по-про-про-про-про-про-про-про-простите, на острове развлечений! Хахахаха, Здаю удачи! Окей, как странно. Ну что ж, пусть отдаст эти семена нам, а уж мы сумеем на этом хорошенько нажиться. Понятно. Все неудобство в том, что семена остались на поверхности Луны, в ракете, и чтобы их достать, нужны и деньги. Ну вот с деньгами будет труднее, и потом нужно будет делиться с этим Незнайкой. Этого простофилю ничего не стоит отвести вокруг пальца, у меня уже созрел план. Проклятие, опять пробка. Вот видишь Незнайка? Это наш лунный город. А здесь большой-большой лунный лес. Никто не знает всех его тайн. А это остров. Остров развлечений? Она... Хотела бы поехать, да? Окей. Оттуда еще никто и никогда не возвращался. Никогда не возвращался? Интересно, а что сейчас делает Знайка и вообще все? Послушай, звездочка, как же вы здесь живете без солнца? Да. Как так. Малютку луну в старину, Окей, я сняю. Веселое солнце кормило без рук, И было тепло, и светло, и пение птиц разливалось вокруг. А нынче грустно, холодно, Плывет во вселенной полютка луна. Веселое солнце живет небосвод, Но песни и тихо прежнило одновременно. И так же народ их поет, Но только внутри, в самом сердце луны. А сверху мороз, тишина, Ах, бедная наша малютка луна. Ах, бедная наша малютка луна. Окей. Не могу поверить своим глазам, Какое счастье, что я тебя все-таки нарцом. Срочно и командировка! Наша газета посылает тебя на остров развлечений! А я у вас больше не работаю! И я вам не верю! Дорогая звездочка! Умоляю! Они растопчут меня, если ты не уедешь! К чему это он к тебе привязался? Они хотят заманить меня в ловушку. Его подослал господин Спрут. А я сейчас допустил. Не уйняйте вывалять дурака! И у меня поперс. Куда надо! Приятель. Вы неправильно заряжаете ленту. И я бы сказал, вверх ногами! Убывал их, в очередь. Очень интересно, материал для совершенно летних. Мы все обсудили. Мы учредим акционерное общество. Выпустим акции. Нет, такие бумажки. Их можно продавать за деньги и потом обменивать на семена. А нельзя раздать семена бесплатно? Ведь это подарок от земных коротышек. Правда, внезнайка? Конечно. Ну, конечно, по подарок. Да еще какой. Нам придется строить летательный аппарат, чтобы достать этот подарок. Не так ли? Так. Вот поэтому, дорогие друзья, мы начнем с того, что поднимем шум вокруг этого дела. Радио, телевидение, газеты. К нам прилетел коротышка с другой планеты. Я не прилетел. Мы начнем продажу акций. А на вырученные деньги построим летательный аппарат и найдем пончика. Вот именно. Если... Если лунатики поверят, что это семена гигантских растений с другой планеты. Придумала! Незнайка! Надо всем показать твой скафандр. А вы знаете, где он? О! 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 Птичка попалась в клетку. 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 первоклассного меня, господина Хабса. Я прилетел к брати. Уважаемые дамы и господа, вот главная сенсация. Незнайкинская акция. Семена гигантских натуральных земных растений. Их подарили. Вот они, господа. Подставляй карман для волшебных семян. Денежки вперед, господа. Ну, послушайте меня. Но сначала купите акцию. Разносите скорее сенсацию. Общество гигантских растений только у нас. Допущу он сам. Дайте сказать космодавту. Я хочу подавиться. Он хочет подавиться одним из вас. Ужасный перелет через космическое пространство. Сделай его суровым и свиряпым. Ай. Ай. Да. Немного же нам удалось на этом подзаработать. Значит, никто не поверил нам с этими семенами. А вот если... Если пончик съел семена... Как съел? Да если в ракете космический запас закончился, он все, что хочешь, может съесть. Даже ракету. Смотрите! Смотрите! Стойте! А почему вы не заходите? Говорят, космодавт Незайка питается коротышками, и поэтому его держат в специальном скафандре. Смотрите! Он такой же коротышка, как и мы. Смотрите! 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 Какая-то соль! Эй! Что такое соль? Да это же Дота! Долем ipo соль! Соль! Дота! Ты чё нам голову морочишь? Дай мне щепоточку этой соли. Я не понял, когда мы говорили о капитализме, но я не думаю, что это время. Солнце, срой, построй, 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 построй. Это не подошло. ПЕСНЯ Я был вынужден, господа, собрать наш большой бредлам, чтобы принять важное решение. Мы все занимаемся производством синтетических продуктов. Замечательные искусственные овощи, конфеты и пряники. Наконец, великолепный искусственный табак господина Скуперфильда. Что? Вы что-то сказали? Я что-то плохо расслышал! Все это скоро никому не будет нужно. Не может быть! Мы будем разорены. Какие проблемы? Что? Как я понимаю, господин Спрутс, дело касается натуральных растений. Об этом писали в газетах. Вы, как всегда, чертовски догадливы, господин Тупс. Именно натуральных. А кто докажет, что они существуют? Их нет и все. Какие проблемы? Перед вами, господа, скафандр космического пришельца. Господа! Это полная ерунда! Никакой это не скафандр! Я лично проверил. Все это пустой звук. А что же это, по-вашему, господин Скуперфильд? Что? Панцирь от черепахи. Вот что. А что вы на это скажете? Найден сегодня утром на берегу Лунного моря. А? Что? На берегу Лунного моря? Так-так-так-так-так. Немноговато ли черепах, господа? Это космонавты. Пришельцы. Инопланетяне. Они проникли к нам. И они хотят, чтобы натуральные растения появились у нас на Луне. Нет! Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. И за что? Да разделаться с ними. Какие проблемы? Для этого необходимо 3 миллиарда. 3 миллиарда? 3 миллиарда чего? Ну не 3 миллиарда старых галош, конечно. 3 миллиарда фертингов. Именно такую сумму запросили ученые-астрономы, чтобы построить летательный аппарат, подняться на поверхность Луны и уничтожить эту проклятую ракету с этими проклятыми семенами. 3 миллиарда должны дать мы им. Совершенно верно, господин Сгряческий. Но ведь это страшно невыгодно. Если бы 3 миллиарда дали, они нам, это было бы выгодно. А мы им не выгодно. Господа! Господа! Да, попрошу не обидевать! Кто сказал, что 3 миллиарда надо платить, а? Ученые-астрономы. Кто они, ваши ученые? Жулики, эти ваши ученые-астрономы. Что, я ученых не знаю, а? Что, не знаю? Я все знаю, отлично! Все жулики, день по морде нам! Полшина! Всех остальных прошу заплатить деньги. А вы, господин Крабс, разберитесь с этим Скуперфильдом. Верните наши деньги, ворюни! А они не обещали пушить! Где-то хода будет! Живана нет! Отсидимся на острове. Шум поутихнет, и тогда вернемся. Однако я слышал, что оттуда еще никто не возвращался. Кустяки! С денежками! Можно вернуться даже с другой планеты. Шум поутихнет, и он не гадит. Шум поутихнет, и я не отвечаю за себя. На берегу лунного моря. О, он не злепой, он только не освещает. Дельце, заманчивая. Вот как? И в чем же заключается ваше дельце? Вам должно быть известно, что большой бредлам намерен уничтожить семена гигантских растений. Да, но ведь никто не знает, где находится эта ракета. Никто, кроме этих ослов пришельцев. Поперосы из натурального табака, гигантские прибыли. Вы меня понимаете? Охотно помогу вам, господин Скуперфильд. Пошли. Ой, я же собирался найти незнайку. Увы. А завтра? Нет, послезавтра. Ну, в общем, очень скоро. Я непременно отправлюсь на поиски. Не-не-не-не знаю. Слушай, звездочка, а где же мы ночевать будем? Ох. Эх, всего-то 20 санчиков. Не хватит даже на самую дешевую ночлежку. А если... Если переночевать под мостом? Что ты? Ну что ты, там же ночуют бездомные коротышки. Полицейские ходят и сразу отправляют на остров дураков. Ну я-то не дурак. Ну извините, если составляю вас читать слишком много. Мы очень скоро об начнем с завершения. Ставьте комментарий, если вы хотите увидеть результат этого. Но мне лично этот мультфильм настолько нравится. Я думаю, что когда я его закончу, моя жизнь станет пустой. Не знаю почему. Я не хочу что-то закончить. Ну, виталили, я считаю, что это вам понравилось. Если это было так, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк и комментарий. Столько на вас, мне не значит, что вы хотите посмотреть еще. Очень скоро вынесся. Спасибо большое за ваше время, за вашу поддержку, а со всем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. До свидания.